привет так привет дорогие участники дай-ка я тогда доскажу это значит немножко говорить да я хотел сказать что у нас уже такое немаленький совместный творческий путь и такой человеческий душевный вот так получилось что мы командами тоже связаны и отчасти где-то в какой-то мере вы наверное дорогие зрители знаете наш проект путь сердца володя в какой-то мере у нас тоже новая ценность общение с мастерами и вот у Володи есть проект Володя в документальном жанре режиссер и наша команда мы стараемся как можно помогать содействовать замечательно я помню помогали в 2010 году Кость ты с молодой командой помогал снимать первые интервью которые стали основой потом фильма Танец бесконечности с Алексом Греем со Станиславом Грофом с Сильвой Накаш ну и с рядом замечательных мастеров Володя создал громкое событие тогда это был 17 трансперсональный конгресс и мы жили я помню в этом гостиничном комплексе Измайлова всей команды и конечно общались с потрясающими мощными мудрецами там вообще просто какой-то кладезь был мудрость собственно этих людей можно посмотреть во первом Володином фильме вот а на самом деле Володя как и мы глубоко копает тему творчества и даже сейчас вот запускается курс по творчеству которым мы сейчас будем с командой я очень надеюсь что у нас получится и в рамках исследования темы творчества вот мы поднимаем разные аспекты тема необъятная огромная и сегодня хотели хотели пообщаться на тему внутреннего гения кто такой внутренний гений что у каждого ли вообще есть внутренний гений как это вообще в себе распаковать этот потенциал если это возможно сделать вот и зачем это надо вот с этих сторон хотелось пообщаться и вообще еще интересно грань безумства и гениальности вот такой тоже Володя как как никто другой это в этой теме очень хорошо разбирается крутые темы крутые вопросы горячо уже становится ты только вот назвал их да я тоже хочу сказать что с Костей мы дружим давно плотно сотрудничаем сотворим и совместные проекты на будущее есть замечательные о них вы еще узнаете тоже и Костя я считаю гениальный режиссер это видно по его всем клипам ну и конечно документальный проект путь сердца это ну просто солнце в современной российской документалистики то есть многие как мы знаем блоггеры и звезды ютюбов занимаются такими скандальными социальными острыми темами или просто звезды инстаграм показывают как они кушают и во что они одеваются имеет миллионы подписчиков но показать сердце человека показать красоту внутреннего мира принятия решений сомнений это совсем другой путь совсем другое мастерство искусства я очень хорошо понимаю насколько это сложно и это более ресурсоемко и неизбежно менее популярно так что преклоняюсь перед тобой твоей команды спасибо большое Володь твои слова большая поддержка очень спасибо большое так что мы с тобой будем говорить о внутреннем гении ты знаешь ты как раз тот человек который меня когда-то познакомил с творчеством человека который я считаю одним из своих мощных учителей в сфере кинематографа александр ходоровский александр ходоровский создатель такого явления как ну конечно это не он создатель но он сформулировал как психомагия это по сути делает очень близко к арт-терапии только это какой-то это на мой взгляд на такой двусторонний язык это не только когда наш внутренний мир с нами общается на языке метафор и символов но это мы как будто бы еще обратно даем туда же сигналы на его же языке и исцеляемся и когда я познакомился с этим явлением я прочитал книгу я честно говоря в глубоком шоке привал я два раза перечитывал подчеркивал выписывал прямо проверял на наших тренингах честно сказать я иногда вот как читая эту книгу у нас возникал вопрос что это за человек такой он на безумец просто абсолютно сумасшедший какой-то или он гений гениев вообще не и вот я не понимаю где здесь грань и я бы кажется что как будто бы это портал как будто бы это две грани одной монеты хочется поговорить вообще у нас у всех есть шанс каждый из нас ну мы все творцы но каждый из нас может стать гением что это такой гениальность какая у этого природа и вот где это вот эта штанка и мембрана вот коснуться пройти по по лезвию поэтому по грани но не свалиться совсем полную патологию безумия ты как человек который работаешь с этими состояниями я не знаю сколько уже 40 лет да может быть с людьми с человеческими душами вот с кем как не с тобой обсуждать темы творчества гениальности безумия замечательно что вел фигуру алехандра ходоровского для того чтобы как бы использовать как начало этой разговора по этой теме действительно в книжке психомагия даже в самом названии мы видим встречу души и волшебства магии да то есть душа волшебна внутренний мир волшебен и сказочен это прямое указание на то что сфера психомагии это глубины души это бесконечные внутренние пространства и конечно же это мир архетипов то есть универсальных самых глубоких структур что такое архетипы на простом человеческом языке это прежде всего ситуации которые бесчисленные важные ситуации которые повторялись в истории человечества бесчисленное количество раз из поколения в поколение например смерть рождение свадьба испытания битва переход из 1 из одного возраста в другой возраст получение сокровищ ресурсов и так далее опасности то есть и это символизируется и поскольку это чрезвычайно важно это окрашивает наше восприятие мы видим мир сквозь это это то что притягивает и формирует наше восприятие александр ходоровский мастер таро мастер многих других тайных эзотерических знаний великолепный знаток мистического аспекта мировых религий и конечно же психомагия это прежде всего мир глубинных архетипов это 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 то что составляет нейро основы нейросетей каждого человека потому что ну скажем период шаманизма до 40 тысяч лет мир духов с которыми мы общались выход в экстатически необычный расширенное состояние сознания из обычного восприятия в необычное 40 тысяч лет продолжается эта практика человечества и конечно же на уровне тела биологии наша нервная система мозг поддерживает эту практику чтобы она была все более и более и более более успешной совершенной то есть основа результат вот таких продолжающих действий то что каждый из нас имеет уже мозг нейросеть который оптимальным образом выстроен для того чтобы порождать архетипы жить архетипами то есть мы имеем уже вот такое структурированное человеческое восприятие и поэтому александра предлагает нам погулять в мире архетипов вот туда вот в глубокую древность и архаику человеческой души которая вечно да и который является вот тем глубиннейшим пластом где и завязываются все человеческие проблемы и там же лежат решения человеческих проблем станислав гроф например говорит о том что перинатальные матрицы четыре связанные с четырьмя аспектами травмы рождения это не только биологическое событие и психологические структуры но также универсальные архетипы и в этом смысле они коррелируют с четырьмя планетами которые тоже являются архетипами нептуном первая матрица сатурном вторая матрица плутоном третьей матрицы и ураном четвертая матрица то есть это универсальные архетипы поэтому даже если кто-то родился в результате кесарево сечения у него все равно существует вот эта общечеловеческая травма рождения и общечеловеческая структура восприятия мира через четыре изначальных архетипа которые описывают любую ситуацию рождения и смерти перехода из чего угодно путешествие героя фазы поэтому конечно же вот то что делает александр ходоровский это психомагия везде это психомагия на сцене он проводил сеансы психомагии например латинской америки на боксерских рингах перед восьми тысячами зрителей которые смотрели ты представляешь собиралась вот полный зал и смотрел в центре ринга есть в интернете записи такие регулярно каждую неделю в париже я не помню сейчас название кафе он проводил психомагию делая расклады таро по жребий выбирал присутствующих там 500 человек могло набиться в это кафе и делал расклады психомагии мне сильвия накаж рассказывала например типичный сеанс психомагия александра ходоровского с клиентом работа он говорит пожалуйста в 5 утра приди на вот такое-то кладбище сен-жермен в париже на могилу своих родителей поставь там свечку надломи буханку положи туда соль дальше отправься в кафе выпей там кофе и съешь омлет дальше следуй к собору парижской богематери и когда будет 11.00 посмотри на отражение солнца там так и так то есть он выстраивает вот такое путешествие в этом мире для того чтобы все сложилось для того чтобы привет лова дорогая рад тебя видеть тоже для того чтобы сложилось вот это мандала для того чтобы сработал архи и архетипический узор активируется через эти действия в обыденной мире в обыденной реальности через направление внимания архетипы коллективного бессознательно которые будут целительны для в путешествие в реальном мире этого человека и помогут ему в решении проблемы вот пример мне очень кстати эта книга нравится тем что он рассказывает что но он показывает научный взгляд то есть это он рассказывает что он не маг он несмотря на то что на всю жизнь изучает он рассказывает вот на таком вот как бы очень научным языком как что это все очень хорошо понятно ему как это устроено как это работает и вот мне нравится то что как раз тобой можно поразбирать грани потому что ты для меня ты в первую очередь ученый я понимаю что на самом деле мы касаемся такие темы смежные где уже стираются грани и в конечном счете мне вот почему-то нравится это объединять в понятие творчества что это вообще все из вот этой огромной творческой какой-то кухни вот и по по сути дела ведь на самом деле психомагия то можно сказать это арт-терапия за не менее лучшего слова лучше психомагия конечно это шире чем арт-терапия это мистерия да это наста это настоящее это искусство да это не просто арт-терапия как прикладная техника терапии это это реальное искусство это целительная сила высокого искусства я так думаю я думаю что достоевских когда говорил что красота спасет мир он имел ввиду и это тоже не только то что красота это врата бесконечности и через красивые произведения искусства мы выходим бесконечное сущностное измерение сознания творца да он помогает нам открывать это измерение в нас самих но также и то что это путеводная нить для каждого из нас в этом мире и поэтому психомагия конечно же это очень важная роль что это не только терапия искусства на самом деле мне нравится что в этой книге очень много примеров его этих актов и вообще интересно что там прослеживается как как это все родилось что это у него его детстве чилийском зарождалось как на эксперимент они шокировали публику через театральные выходки поэтически да потом это все там и ранее детство было в одессе у него его родители в чили из одессы приехали между прочим поэтому он любит этот город и привозит туда новые фильмы свои и кстати с ним у тебя довелось не встречаться нет не довелось он занят пытается успеть сделать все свои последние фильмы и кстати вот два последних фильма это как раз первый второй фильм из пентологии по психомагии танец реальности и бесконечная поэзия как они конечно это да это два последних фильма и третий фильм примера была только закрытая в париже из тоже серии психомагия но на экрана он пока еще нигде не вышел да слушай очень очень интересно ребята если вы сейчас уже это зерно интереса поймали кто не знаком с даровский сразу предупреждаю шок контент будьте аккуратны я бы начинал смотреть крот или со священной горы крот вот какой-то он такой более гладкий более спокойный что на более гора более экстрим такой не для слабонервных но очень глубоко затем на священную гору если не ошибаюсь чуть ли не битлс ему давали деньги по моему джон джон леннон дал ему деньги он был в восторге от фильма крот дал деньги на священную гору а александр ходоровский набрал непрофессиональных актеров он нашел типажей то есть уже архетипические сюжеты собирал через людей и вместе с ними в лесу жил на протяжении нескольких месяцев и экспериментировал с необычными состояниями сознания ему нужно было посвятить свою труппу в этот мир обширного восприятия шаманских древних практик экстатического опыта поэтому все актеры в теме значит мы сейчас вот мы тут живем мы сняли дом для того чтобы у нас такая йога шала здесь есть она стоит прямо в полях в рисовых чтобы здесь можно было проводить всякие акции и акции вот у нас с утра сегодня был так театральная лаборатория нашему каждую неделю делаем по четвергам а например завтра вечером у нас тут будет спектакль наши друзья табор бродячий придут делать а послезавтра будет ребята а театр одного актера и микола такой актер он будет показывать величие сатурна роберта свободы древние упа и читать как этому древности было и рассказывать то есть на память читать и вот интересный эффект я вот неделю назад его как он это делает каком состоянии люди выходят них прямо трансформация в глазах я понимаю что на самом деле это вот великая сила творчества какой какой-то необузданный потенциал вот мы экспериментируем даже в рамках наших классов по стори теллингу мы мы верим в то что искусство быть рассказчиком это не просто поставить дикцию там этот аппарат весь разработать и не это не только про ораторское мастерство это на самом деле это и актерское мастерство управление эмоциями и это очень глубокая такая штука и вот с моей точки зрения это конечно тоже все это такой наш театр мистерий когда ты можешь вот создавать миры и слушатель зрителя он буквально начинает все переживать на уровне там зеркальных нейронов процессы запускаются сегодня касались темы осознанность творцов вообще и ответственность про то что если ты мастер если ты уровня мастер ну например вот 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 рассказчик мастер уровня мастер ты действительно мне нравится с тобой всегда общаться потому что для меня даже не столько и значит конечно информативно всегда очень сильно насыщаюсь но ты состояние передаешь я понимаю что вот демчок вадим тоже да он же просто закидывает целую мистерию разворачивает закрой глаза и смотри вот оно что такое настоящие старителеры я понимаю что здесь про удивительную наверное нужно относиться серьезно к ответственности потому что можно же как и созидать так и разрушать здесь вообще и таких примеров же очень много вот скажи пожалуйста вот это вот грань с безумием ты просто я знаю я много раз сам бывал на твоих семинарах где исследовалось безумие и творчество и я помню прекрасно что ты даже вот около шаманские акции связанные с дыханием из синестезии то есть там где но это уже такая грань где люди с пограничным состоянием сталкиваются соприкасаются и вот как-то ты всегда через арт-терапию через рисование этих мандал на листах потом потом проговаривания шеринги как-то всегда это очень мягко и гладко и достаточно красиво в их ну проходит происходит если у тебя в твоем опыте сложные случаи когда когда заигрывались люди шли слишком далеко не могли выйти у шаманов же такое часто бывает а ты человек от науки все же конечно городской шаман безусловно но все равно человек науки вот как ты с этими вещами с чем ты соприкасался что у тебя имеешь думаю личный опыт или опыт как преподавателя твой личный опыт я даже я думаю нам не надо здесь приоткрывать эти таинства я знаю что он очень богат и я имею ввиду с я знаю кстати говоря что с безумием ты еще в детстве соприкоснулся через свою семью ну я помню мы даже об этом пути сердца прикасались не секрет для володи володин путь кто захочет посмотреть путь сердца я имею ввиду что были ли у тебя в твоей практике преподавательской какие-то опыты где ты касался например вот через людей с безумием и творчеством и вот сложные какие-то когда люди заигрывались их сложно вывести состояние ведь актеры иногда не могут выйти состоянии проживают свои роли дальше там они действуют ну что тебе сказать конечно были конечно были потому что я считаю что опыт личный опыт необычных состояний сознания это коренной катализатор нашего развития без него невозможно выскочить в целостное обширное восприятие без него мы будем вечно вращаться в клея потому что если у нас нет толчка если у нас нет экстаза то а мы находимся в ситуации когда всегда уже поздно это слова мира вам радашвили поздно что-то придумывать открывать потому что все что мы увидим мы уже знаем да это колесо потому что мы и мир вместе рожденный поэтому для того чтобы увидеть новый нужно вылететь в стратосферу нужно полететь нужно прыгнуть нужно чтобы твой дон хуан толкнул тебя в середину спины между лопаток и ты попал в измененную реальность нужно чтобы любовь дала тебе крылья и вдохновение там попозвало выпорхнуть из этого тела да поэтому все новое приходит в формате измененных состояний сознания все новое поэтому приходит под маской безумия потому что это необычно этого не было это выходит за рамки нормы за рамки обычного поэтому безумие творчество это нераздельная пара в каком-то смысле две стороны монеты и поэтому во первых страх безумия это величайший страх всех творцов и преграда и не преодолев не подружившись безумием не научившись входить в безумие обратно не будучи своим безумным бесконечном мире в в нагвале если использовать язык дона хуана мы никогда не познаем суть творчества и не раскроем свой потенциал не позволим не не выпустим своих гениев из клетки ума клетки традиции клетки нормальности поэтому конечно же нам необходим опыт необычных состояний сознания для того чтобы этот опыт не разрушил нас да нам нужно но хорошее руководство и традиционно древние шаманы до древние гиды эксперты по широким переживаниям они вели людей как мы знаем в греции полторы тысячи лет продолжались или в симские мистерии и все абсолютно великие греки проходили через этот опыт связаны как раз с переживанием необычных состояний сознания сейчас много споров о том что за вещество давали неофитам во время мистерий что-то очень сильно расширяющее сознание вроде как мухоморы даже что-то несколько гипотез есть на эту тему ничего подтвержденного окончательно нет и этот опыт был управляем и я посвятил этому много лет конечно для того чтобы быть гидом-трансперсонологом как я иногда называю для других людей я сертифицированный ведущий галатуртного дыхания с 92 года веду семинары в советском союзе тогда еще все началось в по этой теме и через мои семинары прошло свыше полу полу сейчас скажу 15 тысяч человек и у меня были сложные случаи конечно но не было фатальных или непоправимых случаев были нелегкие переживания участников но не было вредоносных ли окончательно негативных переживаний дело в том что в каком-то смысле самый короткий путь к исцелению это через перепроживание проблем чем глубже проблемы чем страшнее травмы тем большую боль мы испытываем при интенсивном исцелении но зато наш путь к исцелению сокращается от многих лет до ну нескольких дней или недель поэтому это это игра стоит свеч мы экономим невосполнимый ресурс время жизни до открываем новые горизонты перспективы и поэтому я считаю что этим этими практиками нужно более того обязательно заниматься творцам они необходимы для нашей тренировки и для понимания того что такое безумие преодоление ужаса перед безумием но это нужно делать под профессиональным руководством людей которые уже прошли этот год который знает как которые делают этот процесс безопасным для участников я кстати хочу сказать что но многие наши зрители вообще очень продвинутая аудитория в основном и я хочу сказать просто что я никогда тебя не представлял еще с одного ракурса вот сейчас хочу это сделать что но многие люди знают что ты один из пионеров кто в принципе про трансперсональную психологию рассказал россии ты же и про кена уилбера также рассказал и про минделов ну собственно вся эта серия трансперсональной психологии которую володя за свой счет много лет публиковал эти книги я еще до до знакомства с володей у меня уже были книги я с ним путешествовал по миру даже и ты знаешь я рассказывал многократно про там твой путь еще и как человек который нетворкинг вообще идеально у тебя работает на познакомил такое огромное количество людей соединил друг с другом просто как-то ты ну у тебя супер это способность в этом а но я никогда почему-то мне это вылетало не рассказывал то что ты же еще и к тому же один тоже из тех кто джок чан вообще в россию в принципе привез это понимаю да хоть но это просто такое вот как бы предложение судьбы от которых невозможно было отказаться то есть да действительно я публиковал первые книжки грофа первые пять книг минделова в офисе всего грофа всего мин первые пять книг кена вилбера но это я бы сказал такая работа у меня быть привратником и для меня это удовольствие делиться с тем с россиянами что я считаю настоящим чрезвычайно важным для всех именно поэтому поскольку никто не издавал книги грофа я бегал по издательствам по главным российским я стал издавать грофа сам а потом и другие важные книги волей случая мне было даровано познакомиться с учением чурьялан амхайнарбу я с ним списался поехал на его ретрит в девяностом году в сша и конечно же пригласил его в россию тогда еще советский союз и в девяностором году рим паче приехал в ригу в таллин в москву улан-удэ и санкт-петербург и передал учения ну и привозил я также многие других людей делал конференции но просто меня поставили сюда чтобы я этим занимался и мне это было в удовольствие я думаю абсолютно такую же работу делаешь ты и люди немножко вот все это вот так вот суммируется смотря первые сто выпусков пути сердца будут говорить о вот это да кости открыл этого 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 человека это откровение теперь мы лучше понимаем что такое творчество такое предназначение что такое истори тэринг что такое цигун как работать с энергией в нашей жизни и все это благодаря косу константину вихреву смирнову нормальные вещи понимаешь поэтому не стоит придавать какое-то значение так такова жизнь мы знаешь с нашими общими друзьями как раз говорим иногда про то что вот у вас удивительная тусовка вот я знаю что у вас было такое подпольное какое-то издательство в то время и вы разделили кто-то вот серёжа маскарёв взял суфийское направление ты трансперсональная кто-то кастанеду по-моему опубликовал да кто-то там ну как пелевин пелевин по-моему тоже переводил книги кастанед да нет он редактировал это вот московский подпольный трансперсональный круг людей контекст куда я вошел в 1980 году он как раз ядро его составляли переводчики Вася Максимов перевел четыре тома кастанеды Виталий Михейкин переводил тибетский буддизм перевел центр циклона Джо Лили и первую книжку Грофа область человеческого бессознательная Рувин Кириллович Сергачев перевел парный циклон автобиографию йога Франклина Мэрла Вольфа и десятки других важнейших книг я даже когда вошел в этот круг перевел книжку Чогья Матрунгпы проблески Абхидхармы и какие-то книги редактировал то есть ну это было наша жизнь на русском языке литература такого типа была недоступна а это все-таки новый взгляд новое откровение по сравнению с традиционной российской философской религиозной философией потому что это наука это новый опыт новый взгляд на мир на современном языке поэтому конечно это было для всех нас не жизненно необходимо и естественно мы этим делились и механизм распространения был небезызвестный самоздат все книги печатались на ксерокопии я помню сколько сотен часов я провел ездя такие в тайные точки копий центра подпольный где там эти книги размножались там по 5-10 экземпляров потом распространялись да это было такое время до сих пор у меня несколько десяток книг в библиотеке вот с той поры ты знаешь кто то есть только что вот из наших зрителей написал что володь ты настоящий герой нашего времени знаете ребят я честно сказать хочу сказать что вот действительно вот я знаю еще одного нашего общего друга тоже большого друга володи олег вавилов он мне рассказывал историю как они создали издательство софия что в то время это были страшные девяностые и они специально продумывали как создать такую литературу карманную в таким маленьком самом маленьком издании чтобы она стала специально попсовый чтобы люди в метро могли читать там паула куэлио алхимик и ричарда баха чтобы им заходила в то время такая вот литература они продавали свои ракушки гаражи там машины продавали и очень верили в это дело так получается что вот вы все вот это вот ваша компания плюс-минус тусовка такая занимались вот просто людям давали вот я понимаю что мы как бы все это читали в детстве те самые отпечатки сознания самскары у нас это оседали зерна и потом это все прорастало и получать что вот эта формула преемственности то есть собственно мы сейчас по этому пути продолжаем идти я знаю также что мне серёжа москалёв рассказывал что витя пелевина в книгах персонажей которые его книга закодирована это все тоже персонажи из вашего это будни то есть некоторые некоторые безусловно но он же ученик вася максимова переводчика кастанеды познакомился с ним он когда он работал в издательстве миф начале 90-х годов редактировал как раз переводы вася книг кастанеды ну и поехал переводчику для того чтобы сверить какие-то редакторские правки ну вася посвятил его в мир донахуана с помощью волшебных грибов и пелевин именно у васи вася работал на биологической станции кандидатом биологических наук под выборгом и именно там пелевин написал чапаев и пустоту и многие другие свои книги так что василий василич как мы его звали это действительно герой и потом он стал мастером дзен между прочим корейской школы да это все вы конечно вот вы очень глубоко сейчас просто это настолько этого много всего это уже надо фильтровать а в то время такое что это все было подпольно опасно люди садились за это да за то что слишком много говорили или слишком экспериментировали вы же где-то дышали даже холотроп в подвалах каких-то да там как это все так вот было ладно волос скажи пожалуйста а ты вот у тебя сейчас запускается процесс по творчеству большой вы с какими темами работаете вообще в этом курсе как если раскрывать его творчество ну прежде всего сущность творчества творчество необходимый аспект нашего развития эволюции да как мы изменяемся что такое жизнь жизнь процесс изменения куда мы изменяемся мы становимся все более и более реальным каков главный механизм этого изменения творчества и существует но несколько фундаментальных пониманий творчества которые соответствуют четырем главным мировым религиям но я имею ввиду прежде всего монотеистической религии это кластер единый то есть единый бог это иудаизм христианство и ислам затем политоистической религии это то есть много богов это индуизм да затем без субъектной религии нет отсутствия индивидуального я пустота это буддизм и потоковость то есть мир это поток это даосизм вот поэтому творчество но питается соками от всех религий потому что ну как бы высшим моделью творчества для человека является область творца человек это тварь это то что создано и в своей жизни мы подражаем творцам еще древние греки говорили о том что творчество это дар богов для людей и в христианской культуре именно творец делает нас тоже дарует нам искру божию свою и делает нас творцами творец сотворил мир и нас и мы устремляемся к нему развиваясь то есть целью мировых религий как мы знаем является стать богом обладая человеческим телом раскрыть все божественные измерения да и без творчества это сделать невозможно да без использования поэтому настоящий творче источник творчества значит это божественное семя божественная искра бесконечность наша истинная природа ничем другим она быть не может и это есть вот главный источник и сокровенная энергия нашего развития но как я показал в другом своем онлайн курсе путешествие героев которые вы проходили восемь историй которыми мы живем это энергия восьмерично то есть мы можем найти 8 главных измерений вот этой божественной человеческой энергии 8 главных творческих путей для каждого человека то есть пути что значит творческих путей пути пути развития пути раскрытие направлений горизонтов развития поэтому вот мы имеем такую многомерную модель того, что такое творчество, творится творческий процесс, да, вот многомерного человека или субъекта в каждом из нас соответствующие вот кластеру из четырех религий, и мы находимся в центре, в соединении да, и в каждой религии есть свои варианты, в христианстве, например, есть как мы знаем, католицизм православие и протестантизм и есть мистическое христианство, западное и восточное, в исламе есть как мы знаем тоже два главных направления и суфизм в индуизме куча направлений в даосизме несколько направлений поэтому это все большая мандала дальше восемь направлений творческого движения творческого акта, в каждом направлении у нас есть свои вызовы, свои препятствия, свои проблемы, свои исключительные задачи, поэтому вот овладение знания большого древа творчества человеческого, древа возможностей понимание того, что творчество это главная энергия и главный путь для того, чтобы стать реальными что это вторая сторона вот этой единой медали эволюции, развития и овладение этой энергией ну и конечно же знание главных механизмов творчества понимание того, что такое искусство в нашей жизни в чем его уникальное потому что творчество считается прерогативой как правило искусства хотя творчество намного больше мы творим в науке, мы творим в жизни мы творим в отношениях мы творим в миру, как бизнесмены, политики социальные работники да, делая мир наиболее благоприятным местом для того, чтобы развиваться для того, чтобы исполнить свою миссию творца и это тоже творчество это разные виды, разные модальности творчества поэтому вот в курсе я как раз буду давать предельно большую, которой еще никто не давал картину творчества нам необходима вот такая большая карта нашего пути объясню, почему творчество является высшей эволюционной практикой почему красота спасает мир объясню, почему странствие по душам других людей то, что делает искусство создавая вот нашу механизм объединения с миром это важнейший катализатор человеческой эволюции расскажу о трех главных схватках которые проходит каждый творец схватка со смертью схватка с безумием и схватка с обыденностью здравым смыслом только преодолев эти препятствия мы сможем раскрыть свой талант очень подробно как раз будет тема необычных станий сознания безумия, творчества это главное искушение главная опасность мешающая нам реализовать себя ну и конечно же большое внимание также будет уделено вот этому сосуду творчества в каждом из нас внутреннему миру творца вот алхимическому котлу творчества как все это работает магическому театру сознания и конечно же ну вот самому острому самому пронзительному моменту в любом творческом акте импровизации импровизации как суть творчества вот ну и закончу простыми иллюстрациями этот курс театр как эволюционная практика кино как эволюционная практика можно было бы продолжить конечно же танец как эволюционная практика стори-тейлинг как эволюционная практика раздвигая дальше все виды искусства пение как эволюционная практика искусство бардов как эволюционная практика и так далее. Ну, просто размеры курса 6 недель, там 12 моих базовых лекций, поэтому я, ну, как бы показываю, даю образцы в наиболее таких объемных и близких видах искусства. Театры, кино, да, самые такие интегральные, в которых присутствует все остальное. К результатам прохождения прошлого курса у тебя, когда мы с Лу проходили, как раз это был первый карантин в Таиланде, мы тогда не смогли улететь, там очень, мы были на острове, где было очень строго. Там не было ни одного случая заражения короны, но там было очень строго, там военная полиция была на дорогах, ну, в общем, сидели дома, много учились. И потом, когда все это попустилось немножко, знаешь, как-то все так расслабились, мы с Лу затеяли съемку клипа нового для «Одно но». И, да, и ты знаешь, это он, я сейчас понимаю, что он был навеян как раз прохождением у тебя твоего курса, потому что он, это путешествие героя. Там конкретно прямо, знаешь, такая Кэмбелловская история. Ты, тебе, он у нас сейчас на стадии графики, финальных уже, штрихов и цветокоррекции. Очень сложный проект получился, но там прям, знаешь, как раз прохождение пути, и такая очень архетипичная история, поэтому скоро тебе пришлют. Жду с нетерпением. Я просматриваю регулярно вот те два первых клипа с «Одно но». Даже «Жемчужина» и вторая. Да, «Жемчужина» была, а «Земля всех начал» это у нас. «Земля всех начал», да. Да, и вот это у нас такая вот эссенция нашей дружбы с Лешей Мышкиным и с ребятами. Да. Слушай, а еще я сейчас хотел сказать, еще один момент. Вот Володя когда-то делал, давно, я не знаю, ты, наверное, этого не делаешь уже, у вас были встречи такие какие-то закрытые, засекреченные, на Красной площади, помнишь, такие научные какие-то встречи происходили. И туда попадали люди, там были политики, там ученые, да, были, там разные такие вот деятели высокого искусства. И я помню, что несколько раз Володя через меня приглашал моего отца, как создателя российского интернета. И я помню, ты знаешь, вот на одной из этих встреч, я помню, там была такая интересная заварушка. Бронислав Брониславович наш, дорогой, он же мастер слова тоже. И я помню, что там какая-то произошла сцепка с каким-то человеком из мира политики, и там Бронислав Брониславович его как-то очень мастерски так вот раскрутил там на диалог. И после этого там настал черед выступлений моего отца. И папа рассказывал, как они, собственно, молодые ребята, как у них была идея соединить, чтобы у людей появилась связь. Там спутники, там оптоволокна по дню океана. Ты знаешь, у меня тогда произошло очень глубокое открытие своего отца. Потому что вот там много людей выступало, это же такая, вообще-то, элита выступала там. Я просто до этого никогда не слышал, не видел этого ораторского потенциала своего отца. Там, когда папа начал говорить, я под таким был шоком. Я понимаю, что зерна закладываются, вот эти наши там предназначения, там вот эти сценарии, они на генетическом уровне тоже, да, вот глубоко все это заложено. Я понимаю просто, что вот у меня и дедушка занимался тем, что он сторителлингом занимался, фактически, публичными выступлениями. И отец, я просто, не знаю, для меня это был лучший оратор, который я в жизни вообще наблюдал. Я просто был в шоке тогда. Я даже не подозревал об этом. Я понимаю, что вот оно, теперь вот как бы вот у меня сейчас эта история с сторителлингом, раскрытие этой темы. Причем я, видишь, так понимаю, что я искренне верю, что тема сторителлинга это тоже такая, ну, я не скажу, что это арт-терапия, это самопсихотерапия, потому что по меньшей мере ты как бы, если ты можешь проявляться, то есть ты из фазы негатива становишься реальной фотографией, реальной живой картиной. ты можешь, получается, если ты очень воодушевлен, искренен, и ты можешь это создать в пространстве, этот мир, который передать другому человеку, то он воодушевляется, и получается, ты ему передаешь состояние и запускаешь процессы. То есть, и я вот понимаю, что это, ну, это для меня сейчас это такой какой-то важнейший вид творчества, который на самом деле я верю, что он целителен, и более того, и он как такой, знаешь, энергетический статус выступающего сильно крепнет, когда он понимает, что он научился, и он может. Вот. Это я сейчас, знаешь, так вспомнил просто, как мой, я отца открыл тоже на твоем мероприятии. Я помню, да, его блестящее выступление, и здесь же происходит, когда ты говоришь вот в аудитории, или ты когда говоришь перед камерой, особенно в прямом эфире, да, ты обращаешься уже не только к тому, с кем ты беседуешь, например, это один человек или малая группа, ты обращаешься к человечеству, да, и поэтому ты совершенно другой, ты изменяешься, ты передаешь то, что важно людям, ты сам проводишь в эту работу какого-то очищения своего потока речи. Что важно, как мне кажется, в стори тейлинга? это быть в контакте со своим внутренним миром, со своей жизнью, то есть это как сад, в котором ты ходишь, там много растений, здания, ландшафты внутреннего пространства твоего мира, вот такая психотопология, в которой ты гуляешь, и ты рассказываешь, ты повернулся туда, туда, ты видишь связь, это с одной стороны спонтанно, а с другой стороны существует ландшафт, созданный твоей жизнью, мысли, открытия, создали ландшафт, холмы, вырастили деревья, построили здания, коммуникации в этом мире, и ты делишься всем этим. И стори тейлинг, мне кажется, успешен тогда максимально, когда у тебя есть определенное понимание сверхзадач или важности стори тейлинга. Передать. Передать, даже если очень сложно и невозможно, передать то, чем ты хочешь поделиться с другими. То есть всего себя отдать без остатка вот в этом акте. Тогда будет стори тейлинг, даже если будет не хватать слов. Люди все равно тебя поймут. Они словят эту энергию. Через барьеры, через препятствия ты выразишь себя и цель, главное, общение будет достигнута. Люди войдут в твой внутренний мир, почувствуют эти ландшафты, соприкоснутся с твоей жизнью, твоими открытиями, наполнятся и передадут себя. Это неизбежно заполнит какие-то вещи в них. И это то, благодаря чему мы развиваемся. И, конечно же, искусство стори тейлинга, это искусство прежде всего быть в контакте вот с этим внутренним ландшафтом, внутренним миром и очищать препятствия, мешающие выражению. я думаю, что технические приемы не столь важны. То есть эмоции, интонирование, драматургия, сюжет, ораторское искусство, все само придет. Детей не учат стори тейлингу, но посмотрите, какие они гениальные рассказчики о том, что происходит у них в душе, что их волнует. И каждый человек, смотри, сколько абсолютно неграмотных в плане техники стори тейлеров, обычных людей, является невероятно увлекательными рассказчиками. Когда это действительно важно, нужно, когда они хотят передать. Поэтому первое, номер один, нужно облачать внимание на самое-самое главное здесь. А техника приложится, создастся, что важно, я считаю, вот иметь большое представление, вот те большие картины и опыт хождения в них, связанные с героизмом, поскольку это протоструктура вообще всех сюжетов и энергия, и большая карта творца, творчества, произведений. Вот этими двумя картами в моей авторском видении редакции я делюсь. Спасибо, Володь. Я, кстати, сейчас, знаешь, вспоминаю, как вот эту историю, почему-то ты меня сейчас навел как-то ассоциативно, я вспомнил эксперимент Сальвадора Дали и Диснея, помнишь, у них такой был какой-то на грани тоже безумия, и творчество, безумие, какой-то акт такого выражения, непонятно, да, это какой-то посыл, он без какой-то конкретной смысловой формы, как я его считывал, но он какой-то передачи состояния, мультфильм такой был, по-моему, он назывался «Время», да, кажется? Я не помню название точно мультфильма, где-то минут семь-восемь, наверное, мультфильм, результат их творческого союза и взаимного уважения друг к другу. Сторитейлинг может быть и бессловесный, он может быть в виде перформанса, ну, скажем, известный перформанс того же Дали, устроенный композитору Араму Хачатуряну, который был его горячим поклонником. Арам Хачатурян, выехавший из Советского Союза в Испанию, в Фигуэросе, договорился об Удиенции с Сальвадором Дали, которого он обожал. Это в Советский Союз, 70-е годы, по-моему, точная дата или 60-е даже. Дали тоже обожал Хачатуряна и особенно его балет «Спартак». Слуга пригласил войти, в Фигуэросе есть такой дворец-музей Сальвадора Дали, великолепное место, где Дали жил. И предложил, вот же, подождите, скоро Дали придет, отведайте кушанье и так далее. Ну, жаркое солнце. Хачатурян, ожидая, в ожидании напился, наелся, вина, виноградного сока, ему захотелось пописать. Мучительно. А туалета нету, все двери закрыты. И потихонечку, оглядываясь, он помочился в старинную греческую вазу. И как только он закончил, заиграла громкая музыка, танец саблями из балета Спартак Хачатуряна. В открывшиеся ворота на белом коне выехал абсолютно голый Сальвадор Дали, но, правда, в белом плаще, с двумя саблями. И неистово стуча две сабли друг от друга под музыку танец саблями, он три раза сделал три круга вокруг изумленного рамы Хачатуряна и уехал. Аудиенция была закончена. Да, вот это тоже сторителлинг, сюрлистический сторителлинг. Поэтому мы говорим сторителлинг не только словами, не только сюжетами. Мы говорим чувствами, эмоциями, музыкой, перфомансами и так далее. Какая культура высокая перфомансов в Москве, в России, мы знаем. Да, да. Мы, кстати, ребята, к слову, на всяких разных Володинах, мероприятиях, конференциях на протяжении многих лет Лу делала со своими театральными друзьями всякие выходки невероятные, чего они только не творили, да? Какие-то перформерские акции. Слушай, вот я еще, знаешь, вспомнил историю, если мы говорим про безумие и творчество и про вот эти эксперименты, я почему-то вспомнил эту сцену магического театра сознания, когда Гарри приходит на... когда мы предлагаем, что единственное условие, это, кажется, оставить свое... свое... как там, свою привычную роль, да, свою повесить... Свою личность, сдать в гардероб свою личность, как одежду при входе в кинотеатр. Да, только для сумасшедших. Плата за вход разум. Это вот такой слоган магического театра Германа Гесса. все верно, только для сумасшедших. Экстремально, но в каком-то смысле нам нужно сойти с ума и войти в сознание, в чистое восприятие, в осознанность, не будучи зашоренными и ограниченными. Этот смысл вкладывает Герман Гесса, делая его паролем. Чем он выходит, что, как он выходит оттуда, я вот не помню концовку. он проходит путь испытаний, он проходит путь всех ролей, воссобирает себя и испытывает все возможности жизни во все времена. То, что он не пережил, он переживает в магическом театре все возможности, которые были у него и которые были упущены. Через это он собирает себя целым. Он проходит путь испытания с Герминой и в конце концов объединяется с ней, понимает смысл андрогена. целостного человека. А Гермен это его внутренняя женщина, по-моему, да? Ну, это анима, конечно, но он проецирует ее и на земную женщину. Есть великолепный фильм экранизации этого романа и там главную роль Макс фон Зюдов играет Гарри Галлера, а Гермену Доминика Санде. Блестящая тоже актриса, горячо рекомендую, если кто не смотрел. Степной Волк как называется? Степан Волк. Да, Степной Волк. Вот он идет в магический театр сознания самого себя, в разные комнаты, в разных возрастах себя встречает и он закрывает непережитые переживания, гештальты, закрывает, получается, высвобождает когда-то запертое, незакрытое переживание. Магический театр сознания это наше внутреннее пространство, это наши внутренние ландшафты, это психотопология души каждого из нас со всеми возможностями, со всеми запертыми комнатами, поэтому мы знакомимся с собой, мы отпираем двери, мы возвращаем ресурсы, мы исцеляем раны. Вот что такое магический театр сознания, это истинный котел, в котором происходит очищение всего нечистого и возникает наше светоносное ядро, философский камень на языке алхимиков и происходит великое деяние, объединение всех противоположностей мужского и женского символом, который является анима и анимус, король и королева, иниянь, возникает единое целое, нераздельное от всего, нету внутреннего и внешнего, нету верхнего и нижнего, есть единое, которое все везде и все, и это есть я, и все, есть вселенная. Это как с точки зрения алхимиков, это как Мегредо, да, как это называется? Да, да, да. Не помню. Да, Володь, спасибо. Слушай, ну, за эту напоминалку, на самом деле, это, он проходит и приходит он к целостности, то есть он исцеляется, да, то есть он получается, да, это вот одна из фундаментальных метафор развития, путь исцеления. Возможно, другие стратегические фундаментальные метафоры в разных культурах отдавали предпочтение разным маршрутам и стратегическим метафорам. Например, существует путь исцеления, становления все более и более целым. Существует путь преображения, тантра, алхимия, это вот этот путь, то есть превращение нечистого в чистое. Существует путь самоосвобождения, дзокчен и ряд других недвойственных традиций. Существует путь сразу вхождения в единое и раздельное состояние, путь недвойственных традиций, адвайта веданта или даосизм. То есть существуют постепенные пути многочисленные, когда мы постепенно по ступенькам идем. Вообще существует порядка 20 разных в мировых культурах, в мировой человеческой истории фундаментальных метафор, связанных с развитием. И не нужно думать, это заблуждение, что все исчерпывается только путем становления все более и более целым. Это один из языков и один из путей. Я помню, мы когда-то с тобой давно начинали говорить про фильм, я сейчас помню, который, я не знаю, ты его когда-нибудь собираешь к нему вернуться или нет, но, по-моему, главный герой это современный барон Мюнхгаузен, настоящий мастер реальности. Да-да-да, совершенно верно. Почему такой выбор персонажа? Ну, потому что барон Мюнхгаузен знал истинную природу реальности, поэтому для него не было проблем. Да, все находится во всем, все превращается во все. И там, где люди натыкались на стену в своем восприятии мира, барон спокойно вытаскивал себя из болота за волосы вместе с конем пересаживал со спущенного ядра на другое, летал на Луну и так далее. Для него мир был волшебный, для него чудеса были естественным проявлением жизни. Поэтому очень неплохо, так сказать, вот, кстати, вот Терри Гильям, как мне кажется, именно эту версию барона Мюнхгаузена в своем фильме показал. Посмотрите внимательно. «Приключение барона Мюнхгаузена» называется фильм. Володь, знаешь, вот напоследок, мы уже, кстати, час общаемся, хочется сказать, что мы все время копаем все глубже и глубже эти слои, и я знаю, что вот ребята сейчас спрашивают подсказки по поводу книг и фильмов, и я вот понимаю, что на самом деле, наверное, вот в духе сегодняшнего нашего разговора в рамках, наверное, вот я бы выделил бы, наверное, воображариваю Терри Гиллеру профессора Парнаса. Доктора Парнаса Терри Гиллеру, да, потрясающий фильм, один из моих самых-самых-самых любимых, наряду с последними фильмами Алекандра Ходоровского и Святой Горой, конечно. Ну, Тарковский для меня тоже невероятный мастер. И, кстати, несмотря на то, что столь много написано и снято Тарковском, многие главные вещи не переданы, не ухвачены. То есть в современной философии и искусствоведении просто отсутствует понимание того, что на самом деле сделал Тарковский или что на самом деле делает Виктор Пелевин. Многие, все им восхищаются, но мало кто его на самом деле понимает. Поэтому здесь, конечно, ну, вот в качестве рекомендации из книг, конечно, это две книжки у Умберта Эка «История красоты История безобразного». И замечательная книжка, которая так и называется «Красота». Сейчас я ее покажу. У меня вот здесь в стопке книг. Вот так она выглядит в издательстве «Мифа». Вот ее оглавление. Ого, какая красивая книга. Да, красивая. Тут потрясающе раскрыто искусство и красота. Тоже рекомендую. Олег Вавилов к этому причастен? Нет, это издательство «Ман» и «Иванов» и «Фербер». «Загмастер» и «Олж» о красоте книга называется. Вот такие мои рекомендации короткие. А ты знаешь, ты про Тарковского сказал, а я сейчас хотел тебе поделиться, что этот клип для «Одно но», который мы сейчас создаем с командой. Он на стихи поэтессы Наташи Тарковской. Это внучка и правонечка Артемия. И она, это удивительно в этом году для нас открытие. Эта девушка, она стала большим нашим другом. Весь последний альбом Леши Мышкина «Одно но» это на стихи Наташи Тарковской. Она глубоченная, знаешь, трансперсональный человек. Я тебе прямо рекомендую и познакомиться с творчеством. Я вас с удовольствием познакомлю. Да, буду признать. И она... Путь сердца с ней делать, знаешь, как... Потому, оказывается, что есть то, что за кулисье, которое мы просто не знаем, что это очень творческая семья, в которой вот этот великий гений был и как на самом деле через что эта семья проходила и проходит с этим контактом, связан с этим. Не хочу, я специально аккуратничаю, чтобы не спойлерить, потому что мы об этом создавать фильм собрались. В общем, весьма рекомендую, если тебе будет интересно познакомиться, найдешь потрясающе, удивительного соратника, друга. Вы в этом помните? Посмотрю. Наталья Тарковская, посмотрю ее стихи. Трансперсональная, у нее трансперсональная очень такая, знаешь, какая-то глубокая, чистое, такое сердечное творчество. И еще она к тому же и арт-терапевт мощный, и тоже через творчество. Кстати, вот в рамках твоего исследования творчества вот с кем тоже удивительно можно было пообщаться. Имея в виду, если что, я вас зазнакомлю с удовольствием. с удовольствием. Да. Ладно, друзья, дорогие, мне кажется, что мы очень хорошо пообщались, Володя, как и всегда, в принципе. Ты, у нас, значит, первого числа у тебя открывается курс, и все можно узнать в твоем профиле, я знаю, там ссылка будет. Да, конечно. Спасибо, Костя, спасибо, друзья. До новых встреч в эфире и на курсе. Извините, пожалуйста, дайте-ка, а то нечестно будет, ни одного вопроса. Мы забыли вообще про вопросы, Володя. Давай хотя бы, хоть чуть-чуть, я попробую пробежаться. Время есть еще? Ну, мы, у меня, у нас большое количество людей появилось, поэтому можно за 60 секунд, за 60 минут переваливать. Сейчас. Угу. В основном, Володь, это благодарность за такие потрясающие открытия, которыми ты всегда щедро сыпешь. да, сейчас. Ребят, сегодня что, без вопросов? ребят. Много-много всего, но вопросов не вижу. Если хотите, я пока смотрю, кто-то может успеть, например, вопросить. Написано, будет ли запись этой встречи? Конечно же, будет, да, в этой самой инстаграме. Более того, там у нас наши удивительные дизайнеры, вообще, наша команда просто потрясающая, они делают все время классные дизайны, картинки, описания. Вот, собственно, и Путь Сердца, и наш аккаунт, это все одна команда, которая, между прочим, тебя очень любит, Володь. Вот. Спасибо большое, да. Спасибо, дорогие. Спасибо. Ладно. До новых встреч. Пока-пока. Пока.